Первое стихотворение у вас, Антиоха Дмитриевича Кантемира, 1740-е годы. Начинается уже странным словом, к трекозе. Это что такое? Трекоза. Это не стрекоза, согласитесь. Это не стрекоза. Это то, что трещит. Это некое новообразование Кантемира, да? Трекоза. Трекоза. Вот так Кантемир перевел Ангриона. Трекоза, тебя ублажаю, что ты на древах вершинки, Испив росы малой капли, как король поешь до полна. Твоему все, что не видишь в окружных полях, И все, что года времени приносят. Ты же, пахрий, приятель, никому вредна бывая. Ты же, честен человеком, весны, прегрещатель сладкой. Любят тебя и все музы, и сам Ферус тебя любит, Что звонкий тебе дал голос, и не вредит тебе старость. Я пока здесь восстановлюсь. Давайте попробуем, что же ему хранится. Он, конечно, переводится на перевод. Это, кстати, очень точный перевод, между прочим. Да? Да. Потому что она, ну, это... Потому что она маленькая. Ну, да. Возможно, еще. А ты хочешь, что вам нравится, да? Тебе хочет, там, все поля, кто на верхнем рогах. Она свободна, что она ест и пьет. Она свободна, это очень здорово. Только об этом чуть погоди. Ладно? Вика, запомни эту вопрос. Она пригодится. Еще. Может? Потому что она спевает все, где она трещит. Так, что она спевает все, где она трещит. Согласен. Так. Значит, смотрите, совсем первая вещь. Ты на древах вершинки, Испив росы малой капли, Как король проешь до полна. То есть тебе достаточно немного денег, Чтобы доесться. И что не вредит тебе старость. Хм. Так, следующая мысль. Твоем был все, что не видишь В окружных полях. То есть, как бы ты царствуешь везде, да? Это все твое. И все, что Года, времена приносит. Ты же пахарь, приятель. Она кривого действительно называет Почему-то цикаду. Приятель пахарей, Элизавета Паштов. Как-то она отлично Она так сопровождает работу Пахарей. Возможно, она сопровождает работу Пахарей, согласен. Цикада как трещит, помните? Еще прочь, да? Хм, конечно. Никому вредна бывает. Ну, действительно, цикада не вредит. Ни земледельцам, Ни землепашцам, Ни пахарям. Правда? Ты же честен человеком, Чем-то в мужском роде вдруг. Весны предвещатель сладкой. Это как? Может быть, она трещит, символизирует? Она символизирует, То есть, ну, она возвещает. Как начинает трещать, Значит, весна началась. Ну, или лета. Да? Дальше. Любят тебя и все люди. И сам Фебус. Это кто такой? Фебус. Аполлон. Аполлон. Тебя любят, Что звонкий тебе дал голос. То есть, Феб, Аполлон, Сам покровитель Мус Наградил тебя голосом. То есть, цикада Пойнт. И не вредит тебе старость. Все время молодая. Ну, все время молодая, Конечно, это поэтическая гипербола. Правда? Цикада живет гораздо меньше, Чем мы с вами. Например. Тем не менее, Ум Англиона именно так. Ты как бы вечно молодая. Вот это тоже запомнили. Дальше очень странные слова. Мудрая земли отродок. Отродок, то есть, Она как бы родилась от земли. Да? Она детище земли. Беснолюбка, Беспечальна, Легкоплотна, И самим чуть богам Во все неподобно. То есть, ты цикада Чуть неподобно богам. Ничего себе! Еще раз напоминаю, перед нами досталось, что точный перевод Англиона. Какой это размер? Подумайте. А нет, это не адапевт. Может, это силамика? Это силамика, конечно. На что больше всего похоже? Мудрая земли отродок, Беснолюбка, Беспечальна. Харин. Похоже на Харин, да? Да, похоже на Харин. Но Антимир предпочитает переводить силами. У него получается правильный Сколько сложник? Трекозатяублажаем. Четырек. Восьми. Восьми сложников. Это нормальный Восьми сложников. Заметьте, Антимир будет выдерживать эти восемь слогов везде. Хотя у него стихи белые. С этой точки зрения это как бы не совсем даже веселая. Правда? Он рифму не выдерживает. Не выдерживает почему? Потому что он не был или не был. Напоминают, древнегреческие поэмы рифму не признавали. Прочтите любых древнегреческих авторов, рифмы у них не будут. Не найдете.